Уважаемые студенты, сегодня мы прослушаем с вами лекцию номер девять. Она называется «Роль инноваций в научных исследованиях». Лекцию буду читать я, Кушматова Дильдора Иргашевна. Существует достаточно длинный перечень определений понятия инновации. Различие между разными определениями заключается в двух основных подходах. Инновация – это результат творческого процесса. И второе определение – это процесс внедрения новшеств. Выработан международный стандарт понятия инновация. Это определенная управленческая категория. Инновация или по-другому мы называем нововведение. Инновация – это результат творческой инновационной деятельности, воплощенной в новом продукте или же в новом технологическом процессе, который мы используем в практической деятельности и удовлетворяющих определенной потребности человека. Инновация – это результат реализации новых идей и знаний. В чем заключается цель инноваций? Их практическое использование для удовлетворения запросов потребителей. Инновация – это материализированный результат вложения капитала в новую технику или технологию, или же в новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и так далее. Основные критерии инновации. В первую очередь – это новизна. Второе – это практическая применимость. Третье – реализуемость, то есть способность удовлетворить потребности и запросы потребителей. В противном случае эта новая идея или знание, хоть и представляет собой результат творческого труда, не является инновацией. С инновацией тесно связаны интеллектуальная собственность, патент, изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, лицензирование. Инновации делятся на продуктовые и процессные. К продуктовым относятся инновации, которые включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организации производства, новые технологии. Практическая применимость новой идеи – это коммерческая реализуемость. Побудительным механизмом развития инновации, конечно, является рыночная конкуренция. Фирмы, которые первые освоили эффективные инновации, имеют весомые преимущества перед конкурентами. Важным условием в бизнесе является привлечение инновационных инвестиций. Это необходимо для практической реализации инноваций. Инновационный процесс – это процесс создания и распространения нововведений инноваций. Инновационный процесс включает в себя следующие элементы – зарождение инновации, маркетинг инновации, оценка экономической эффективности инноваций, освоение инноваций, коммерческая реализация инноваций и продвижение инновации. Инновация является одним из элементов или компонентов этапов инновационного процесса. Первый этап – это новая идея или новое знание. Идеи получаются в результате научных исследований, опытно-конструкторских разработок, других видов творческой интеллектуальной деятельности. Второй этап – это инновация от английского введения, внедрение новшества, то есть достижение практического новшества, применяемого нового знанияста или удовлетворения определенных потребностей. Третий этап – диффузия инновации, то есть распространение уже однажды освоенной инновации, то есть применение инновационных продуктов, услуг, технологий в новых местах и условиях. Знание – оно дает начало инновационному процессу. Инновация – конечный результат творческого труда, получение реализации в виде новой продукции или технологического процесса. И все это у нас воплощается в интеллектуальный товар. Диффузия инноваций зависит от структуры и мощности коммуникационных каналов, способности хозяйствующих субъектов быстро реагировать на нововведения. Значит, диффузия относится к маркетингу, и маркетинг, соответственно, в диффузию воплощается. Однако это отоджествление не совсем верно. Маркетинг – это часть процесса диффузии, над которой инновационная организация имеет контроль. Например, процесс продвижения, реклама инновации, процесс ценообразования для инновационного продукта. Существует другая часть процесса диффузии, над которой организация не имеет контроля. Это информация конечного потребителя, своих друзей о преимуществах и недостатках инновационного продукта, публикация об инновации в научном труде и тому подобное. Фундаментальным вопросом, вопросом динамики инновационного процесса является сокращение временного интервала, между инновациями. Примеры. Французский химик Девиль открыл алюминий в 1854 году, а использоваться стал он только спустя 100 лет, после Второй мировой войны. Такая же судьба постигла Лазадо. В 1917 году Эйнштейном были получены научные результаты, а в 1960 году был изготовлен прототип лазерного устройства. Транзистор был изобретен в 1943 году, а первый силиконовый транзистор для широкого применения был произведен в 1954 году, то есть через 11 лет. Эффективное применение инноваций – это преодоление барьеров, вызывающих задержки практических реализаций новых идей, получение и сохранение конкурентного преимущества в результате быстрого выхода на рынок с целью, чтобы насытить этот рынок инновационными продуктами и услугами. Основной двигатель инновационных процессов в условиях рынка, конечно же, это получение конкурентного преимущества. Например, Сони – это самая инновационная организация в мире. Продолжительность жизненного цикла инноваций уменьшается со столетий до десятков, а в настоящее время и даже до нескольких лет. Вторая движущая сила инновации – это государственная инновационная политика, то есть государственное регулирование. Любопытство и лень – это тоже движущие силы инновационных процессов. Инновационный менеджмент – одна из разновидностей функционального менеджмента. Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и инструментов управления инновационными процессами. Деятельность по организации и осуществлению инновационных процессов называется инновационной деятельностью. Основные виды инновационной деятельности – это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, технологические работы, подготовка производства и проведение промышленных испытаний, приобретение патентов, лицензии, ноу-хау, инвестиционная деятельность, которая необходима для реализации инвестиционных проектов. Сертификация и стандартизация инновационных изделий, необходимых для их изготовления. Маркетинг и организация сбыта инновационной продукции. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности и других. Основные элементы структуры инновационной деятельности – это инновационные процессы и программы, выполняющие их организации. В качестве важнейших подсистем в структуре инновационной деятельности выделяется инновационная структура. Это подсистема, которая направлена на содействие и поддержку инновационной деятельности. Инновационный проект – это деятельность или мероприятие, предполагающее осуществление в определенный период времени каких-либо действий для достижения определенных результатов инновационного процесса. Проекты поддержки инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры надо рассматривать как инновационный проект. Субъекты инновационной деятельности. К субъектам относятся организации и лица, которые ведут, поддерживают, стимулируют и развивают инновационную деятельность. В Узбекистане это все юридические и физические лица в органах государственной власти и ее субъекты – органы местного самоуправления, иностранные организации и граждане. Субъекты инновационной деятельности выполняют функции заказчиков, исполнителей, инвесторов, инвестиционных проектов и программ. Субъектам инновационной деятельности для ее осуществления необходимы различные ресурсы, инновационный потенциал. Инновационный потенциал – это совокупность различных видов ресурсов. Ресурсы могут быть материальные, финансовые ресурсы, интеллектуальные, человеческие. В работе Портера указывается, каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию. Однако характер и эволюция успешных компаний оказывается в своей основе одинаковыми. Компания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые методы работы. На этом мы с вами заканчиваем нашу лекцию. Спасибо за внимание. Будьте здоровы! Спасибо. 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 Спасибо.